Мать-кошка по имени Лили жила со своими любящими хозяевами в уютном домике, наслаждаясь теплым солнечным светом, проникавшим в окна. Лили всегда была преданной и заботливой матерью для своих котят, поэтому, когда она наткнулась на беспомощного тигренка в ближайших джунглях, она не удержалась и взяла его под свое крыло. Поначалу хозяева Лили сомневались по поводу пополнения в их доме, но в конце концов они полюбили маленького тигренка и приняли его с распростертыми объятиями. Детеныш, которого они назвали Ле, быстро стал суррогатным ребенком Лили, и она с большим усердием обучала его путям жизни. Они вместе играли, вместе ели и вместе спали, всегда рядом друг с другом. Связь, которую они разделяли, была нерушимой и согревала сердца всех вокруг них. Но время шло и, повзрослев, Ле вернулся в джунгли. Однажды, когда Лили лежала у окна, греясь на солнышке, она вдруг услышала громкое рычание, доносившееся снаружи. Она повернулась, чтобы посмотреть, но увидела, что к ней приближается взрослый тигр. Лили замерла от ужаса, но она поняла, что это необычный тигр. Этот тигр выглядел точно так же, как Ле, но намного крупнее и опаснее. Хозяева Лили бросились ей на помощь, но знали, что у них нет шансов против такого свирепого хищника. Они готовились к худшему, опасаясь, что жизнь Лили вот-вот подойдет к трагическому концу. По мере того, как тигр подходил все ближе и ближе, Лили закрыла глаза и стала ждать неминуемой атаки. Но затем произошло нечто неожиданное. Тигр набросился на Лили, но вместо того, чтобы укусить ее, стал тыкаться в нее и лизать лицо, как поступил бы любящий ребенок. К всеобщему облегчению оказалось, что тигр пришел не для того, чтобы причинить Лили вред, а для того, чтобы поиграть с ней. Казалось, что Ле вырос и пришел навестить свою мать, как когда-то, когда был детенышем. Его игривое поведение заставило Лили мурлыкать от счастья, когда она поняла, что ее любовь и забота превратили его в нежного тигра. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.